здорово народ решил неожиданно для себя сделать видосик по sims 4 начал я короче говоря играть в него спустя очень долгое время обновление тут прошло просто немерено игра стала вообще очень сильно отличаться от того во что играл до этого но чтобы вы понимали разницу я играл sims спустя дай бог полгода как он вышел вот и поиграл где-то пару месяцев не выпущу удалил его час позавчера по моему я его заново скачал и у меня возник очень большой вопрос по профессиям то есть раньше ты отправлял чувака на работу на любую и он автоматом все дела ты не парился за этот счет до сейчас чтобы у тебя твой перс нормально продвигался по карьерной лестнице и вас не понизили в звании до вам приходится делать ряд определенных действий живу я на групп стрит как видите то есть в лучших традициях в общем давайте поговорим о профессиях значит во первых я как человек имеющий все dlc до разберу как базовые так и немножко сейчас он вам расскажу про другие до которые есть давайте нажмем на эти работу отлично и так смотрите у нас есть работы ведь именно что профессия не так и называются да в чем их плюшка вы едете на рабочее место и там управляете вашим персонажем как по мне достаточно интересная фигня вот тем более там как раз плюс этой работы в том что вы все сами по сути контролируете вот качаете скиллы и так далее так далее есть у нас ребята обычные работы то есть базовый там допустим бизнесмен комик кулинар преподаватель ну и так далее и есть у нас ребята подработки в чем плюх подработок допустим я работаю с понедельника по пятницу и тут я как бы думаю о чем не заниматься всей этой ерундистика я хочу работать на постоянке да и вот еще подработку который может занять у меня допустим какие-то выходные дни например у субботу воскресенье мою живот есть например подработка рыболова я говорю о том что да я хочу допустим подрабатывать рыболовом и соответственно этим и занимаюсь либо я говорю о том что я хочу подрабатывать барменом тоже этим занимаюсь вот могу игровым стримером с утра или вечером офигенная тема как по мне просто реально вечерком пришел и сиди все работы но поскольку ребят я работаю писателем у меня график очень неоднозначный я с этим не парюсь то есть если вы видите вот там в затемненном левом и правом нижнем углу у меня вот сейчас выходные это среда пятница и суббота они у меня с каждым уровнем сейчас меняются вот поэтому в первую очередь зайдя в sims вы наверное будете искать самую обыкновенную работу здесь вы должны понимать вот что я вам очень рекомендую каждый бизнес который вы хотите начать работу как хотите от называете пробуглить что из себя она представляет сейчас объясню зачем смотрите у нас у каждого персонажа есть внизу такой портфельчик где у нас отображается информация по нашей работе то есть сколько мы получаем рабочий день во сколько начинается рабочие дни зелененьким у нас отмечены до главная шкала это у нас продуктивность и задание для повышения ну и еще один момент из-за которого у меня все пошло кувырком это ежедневные задания так вот на старте я бы рекомендовал во первых одну единственную профессию во вторых по поводу ежедневных заданий вы должны понимать что для некоторых ежедневных заданий нужны вещи дополнительные допустим вы хотите выступать стендапе вам нужен микрофон вы хотите заниматься допустим адвокатским каким-то делом там свои нюансы да если вы хотите быть учителем то вам понадобится вот такой вот компьютер как он там называется то господи короче это какой-то компьютер который стоит 12 с половиной кусков ну я думаю вы понимаете что на старте игры 12 половина кусков это ну дофига и тут к нам на помощь приходит банальная логика кто у нас в принципе да будем реально она тут работает то есть все хорошо кто у нас будет заниматься тем до чем он занимается ежедневные задания будут такие же как его работа давайте сейчас опять откроем телефончик и я вам об этом расскажу главное случайно счастливую улицу еще и так я вам рекомендую смотрите по поводу вот этих всех вакансий это как минимум просто интересно классно но я их пока не затрагиваю потому что я не знаю не смотрел развития но полагаю что она будет точно такой же как и здесь просто разница карьеры и профессии в том что в профессии вы управляете человеком в карьере просто он где-то что-то делает вот итак например да первое куда я сунулся это комик в принципе достаточно не затратная тема то есть вы сидите придумываете шутки покупаете себе собственный микрофон от репетировали потом эту шутку дорабатываете ежедневное ваше задание то есть вы должны проводить выступления сами перед собой по сути и придумывать новые всякие стендап номера в чем минус когда вы достигнете достаточно высокого уже звание у вас будет достаточно неплохая оплата труда вы будете работать три дня в неделю но к большому сожалению то есть уже 87 максов в час было у меня четыреста с чем-то долларов в час вот но после того как вы отработаете комиком и вам нужно будет сделать ежедневное задание вам так скажу она занимает очень много времени поэтому я не рекомендую это делать потому что вы просто скорее всего не будете успевать то есть прям вот там на грани того чтобы вы либо не успели либо сдохли от голода или чего там еще вот по поводу кулинара значит здесь смотрите в принципе офигенная работа почему потому что ваше ежедневное задание либо приготовление напитков либо приготовление еды с 5 ранга вам будет дан выбор кем вы хотите барменом быть или поваром я рекомендую быть поваром во первых рабочий день более удобный он там меньше по моему на час во вторых оплата по моему повара чуть-чуть побольше в третьих вы готовите еду вы приходите домой что вы делаете правильно готовите еду на завтрак на ужин то есть вот задание делать либо готовите лишние домашние сжирают либо что-то выкидываете не суть важно в любом случае это все по-другой с приготовлением напитков но вы должны понимать это опять таки вложения до который вам нужно будет сделать по поводу политика рекомендую дважды подумать потому что так или иначе вам придется заниматься общественной деятельностью причем там некоторые задания чокнутые найти у кого-то младенец его надо поцеловать для того чтобы получить повышение это ежедневное задание а если соответственно вы это не сделали или вас в этот день и повысили потому что продуктивность у вас хорошая они отличные тот до свидания вот примерно такая же ситуация обстоит у нас ребята с адвокатом то есть вот юрист на пятом ранге там вообще дичайшие задания то есть у вас вот как его вообще выполнять по логике вещей пятницу вас начинается рабочий день вам выдается это задание вам нужно бегать по всей карте пытаться вы просто каждому симу подходите предлагаете стать его адвокатом вам нужно нанять четырех человек были ребят я на это угрохал столько времени вы себе представлять я приперся на работу потом причем времени реального я приперся на эту чертову работу и несколько льда выполнили ежедневное задание но продуктивность у вас хромает а как я ее набьюсь это единственное задание вопросы поэтому тоже как бы не рекомендую мне еще кажется очень неплохая тема с художником почему потому что вероятнее всего у вас будет там нарисовать какие-то картины еще что-то но ребят опять-таки лучше лучше уточняйте и перед все прекрасно я даже не рассматриваю сами все смотрите вот теперь еще кое-что до преступника это то куда я хотел в начале пойти почему не стал объясняю потому что вам придется делать такую уйму гадостей но мне лично не особо приятно просто его соответственно отношения у вас будут фиговые вас будут все ненавидеть и так далее так далее я не вижу в этом особого смысла вот по преподавателю значит смотрите там много заданий и и сейчас я один момент мне надо свериться с гуглом чтобы вам точно сказать после пятого уровня лучше становиться у нас ребята заведующим отделов студентов почему потому что в будущем во первых ежедневные задания проще и оплата почасовая у вас больше вот так вы станете ректором а так вы станете профессором и типы ректора вот куда я рекомендую заведующего если пойти получать 325 в час профессору 265 одинаковый рабочий день одинаковое количество часов ну и как бы зачем она вам нужно с кулинарами разобрались с этими разобрались ну и давайте разберемся теперь с моим любимым с писателем мы это пока закроем как по мне это легальные чит на деньги по одной простой причине значит чего вы зарабатываете деньги да давайте на примере моего сима куда я сейчас пошел вы должны писать книги сколько вы книг в день напишите по сути это не ограничено качество вашей книги зависит от того насколько вы во первых скилл набили по этой книге во вторых допустим я как бывший комик писал книги по шуткам юмору и так далее опять-таки после чего когда вы набиваете определенный уровень вы подходите к почтовому ящику и там будет у вас иконка после того как вы опять-таки книжку напишите там у вас будет определенная иконка с надписью что-то из серии издать книгу либо вы издаете сами либо через издательское агентство теперь главный прикол за каждую книжку вы получаете ежедневный доход то есть если вы даже фрилансер и пишите книги вы получаете ежедневный доход а я поскольку еще и работу получаю зарплату ко всему прочему то есть меня это вполне себе устраивает я не пойду в журналисты потому что там тоже немножечко геморрой по работе я вот именно останусь писателя у меня ежедневно задание напишите блин книгу как два пальца их по три по четыре штуки в день люблю сейчас я вот были на автор колонки я не помню какой-то ранг я сейчас вам даже скажу так писатель один момент так автор колонки это четвертый ранг господа то есть дальше у нас идет пятый после чего мы выбираем кем мы хотим быть то есть писателем до или уже репортер я естественно хочу быть писателем что вы понимали когда я стану писателем уже топового уровня я буду в час зарабатывать 465 долларов единственное ежедневное задание это писать книги к тому же я пишу книги сам и вот теперь я вам хочу показать просто сколько я зарабатываю в день я писателем работают по здешним меркам где-то дай бог может быть не знаю неделю вот пять дней это наверное сколько я там наличие свободных дней нет но это наверно сколько я отработал не суть важно смотрите вот сюда ты любили тюрем вот это все это мои книги я отправляю просто сима в разных настроениях то сделается следующим образом ну я вам так скажу здесь уже по 4 косаря поскольку у меня навык развит я эти книжки штампу и тук в путь так давайте заходим ребята вписать продолжу писать в моем случае вы выбираете свою книжку сами говорит там скотом давайте сейчас чуть-чуть подождем у меня скилл прокачанный соответственно я как бы сильно не парюсь за это все дело все нам приходит уведомление о том что я закончил книгу я иду сюда и здесь у нас ребята либо публикуете сами либо вы публикуете через издателя разница здесь вы будете получать небольшие отчисления здесь вы будете получать неплохие отчисления вот качество как видите у меня был бестселлера за того что я бафнут и был всю книгу я выпустил дальше мы ребят с вами пиаримся через телефончик для чего нам это надо ну во первых чтобы люди покупали наши книги раз уж и такая звезда вот во вторых ну приятно быть знаменитым правильно ну вот и ко всему прочему обаяние каким-то образом но видимо из того что вы там писали посты на нам это как бы тоже нужно потому что когда у нас вот как я это понимаю это когда у нас высокий какой-то уровень там допустим не знаю видим там восьмой или десятый да мы можем писать книги книжки ну как по мне это очень даже не плохо так что в принципе как по мне это один из самых топовых заработков и опять-таки если у вас есть дел си с университетом рекомендую поступить до пока ничего не сделали с домом получить вышку допустим и продать кучу мебели вообще не для чего опять-таки ребят не всю мебель а лишнюю потому что вас там будет человек 6 стульев будет человек на 12 столов больше печи больше всего остального больше и так далее так далее так далее и еще тоже напоследок маленький лайфхак рекомендую симов приучить к тому чтобы они сами ремонтировали вещи сэкономить во первых деньги во вторых время в третьих ну в принципе полезный намок навык вот в общем всем спасибо как то так всем удачи и всем пока